Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. На ваших экранах вы сейчас видите инфографику лаборатории психологического обеспечения. Этот документ находится у нас в разделе юридическим лицам, раздел номер 2. И вот здесь вот у нас представлена эта самая инфографика. Документы PDF, инфографика по услугам, инфографика по приобретению нашей продукции и инфографика по лаборатории под ключ. Но не об этом сейчас речь. Эти документы в свободном доступе, их можно скачать, ознакомиться с ними и так далее. Но повторюсь, не об этом сейчас я хочу сказать. Скачав этот документ, прочитав его, он очень понятен, нагляден, принцип наглядности применен. Соответственно, самое главное, что в этом документе, обратите внимание. На одном из этапов, а именно на четвертом этапе взаимодействия с лабораторией по договорным отношениям, предприятие заказчик наших услуг получает от нас справку о ПФО. Эта справка о ПФО поступает от нас заказчику услуги. И вместе с другими документами необходимыми, эта справка направляется медикам, тому предприятию, тем медико-инстантарным частям, которые обслуживают работников предприятия. Вот обратите внимание, на пятом этапе справка, на четвертом этапе справка ОПФО направляется, стрелочка так показана, в медицинское учреждение, обслуживающее организацию предприятия заказчика. И заказчик в конечном итоге по прохождению медосмотров своих работников получает справку о прохождении медосмотра. Справка по приказу 34Н. Теперь смотрите внимательно, как это выглядит. Вот эта справка ОПФО, которая оформляется в лаборатории физиологического обеспечения по приказу 34С. Так она выглядит. Это не наша придумка, это официальная форма, утвержденная Минздравом Российской Федерации. Указываются персональные данные работника, указывается дата обследования, время начала и прохождения. И делается два промежуточных и итоговый вывод. Уровень функционального состояния, уровень психиологической адаптации и конечный вывод. Выявлены, не выявлены противопоказания. Вот эта справка оформляется лабораторией. Эта справка, я повторюсь еще раз, она получается заказчиком и отправляется, тут место печати, все, и отправляется, соответственно, в медицинское учреждение. Медицинское учреждение, с учетом своих проведенных обследований, анализов крови, обследований на каких-то аппаратных комплексах, терапевтам, офтальмологам, то есть все, что включено в медицинский приказ 302Н по проведению обязательных медицинских обследований работников потенциально опасных производств, проводит свои обследования и, соответственно, видит и получает от заказчика справку о психиологическом обследовании. Соответственно, комиссия делает вывод, заключение комиссии по результатам медицинского свидетельствования и данным психиологического обследования противопоказаний к работе в должности, и, соответственно, медики определяют, нет или есть, то есть есть или нет противопоказания. Эта форма справки официальная, она утверждена приказом 302Н. Принцип очень прост. Соответственно, не может человек получить справку о прохождении медосмотра, если он не прошел психофизиологического обследования. Это не наша придумка, это официальная справка. Таким образом, отвечая на вопрос многих контрагентов, с кем я общаюсь, справка о психиологических обследованиях является обязательным документом, которое прикладывается и отправляется в медицинское учреждение, и, соответственно, медики уже, в свою очередь, на основании своих каких-то освидетельстваний, анализов крови, мочи и так далее, и так далее, и так далее, обследований у профильных специалистов, терапевтов, хирургов, тальмологов и так далее. С учетом справки о психиологическом обследовании, опять же, я еще раз ее покажу, вот так это выглядит, справка по приказу 34С, оформляемая ЛПФО, лаборатория психиологического обеспечения, оформляется справка по форме 302Н. И уже эта справка поступает в полном пакете документов, как это отражено в инфографике. Получили справку по приказу 302Н, и эта справка с другими документами, которые необходимо собрать на работников в рамках получения разрешений, индивидуальных разрешений, чтобы потом предприятие с учетом наличия у предприятия индивидуальных разрешений на работников могло получить лицензию, отправляется в Ростехнадзор. Справка по приказу 302Н, оформленная медицинской комиссией, с учетом справки 34С о ПФО. Вот такой алгоритм. Не мною придуман. Это федеральные законы, это постановление правительства РФ, это четко определенные, никаких вопросов не возникает, четко определенные формы справок. 302Н. Медосмотры проходите? Проходите. Медосмотры проводятся в рамках вот этого самого приказа. Справка о медосмотре оформлена без психиологического обследования, я повторяюсь, выписано, оформлено, медицинской комиссией, проводящей медосмотр, оформлено быть не может. Такой алгоритм получения лицензии Ростехнадзора для предприятия. Получить лицензию от Ростехнадзора на деятельность предприятия предприятие не может без получения разрешения, индивидуальных разрешительных документов на ответственных работников. Ответственные работники определяются приказом 233. Там генеральный директор, главный инженер, начальники цехов, отделов и персонал, ведущий технологический процесс. Аппаратчики, какие это значит операторы, счетов управления и так далее, и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. Вот такой алгоритм. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Благодарю вас за внимание и удачи вам.